Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 27 мая, день Исидора, назван в честь святого мученика Исидора. Будучи христианином, он отказался принести жертву идолов. Его растянули и жестоко били, потом отрезали язык. Однако святой и после отрезания языка говорил достаточно отчетливо, прославляя Христа, Бога истинного. Воевода, который приказал это сделать, от страха пал на землю и сделался немым. Тогда решено было отсечь святому голову, на что Исидор с радостью согласился. Имя Исидор у наших предков трансформировалось в Сидора. Считалось, что с этого времени начинает постепенно устанавливаться настоящая летняя погода. В этот день начинали сажать лен. Гадали, удастся ли в этом году собрать урожай. Для этого вывешивали мокрую тряпку на ночь, а утром смотрели. Если она оставалась мукрой, можно рассчитывать на богатый урожай огурцов и наоборот. Если сегодня увидите ласточку, то нужно обязательно умыться молоком. Это позволит сохранить молодость и красоту. Существовало верование, что на Сидора с севера ветер уходит на север, а вместе с этим оканчивается тяжелый период работы в полях. Сегодня можно было заговаривать богатство для семьи. Для этого сегодня собирали семена сухого прошлогоднего лопуха и бросали их через левое плечо, произнося заговор. Как вы, лопухи, сами сеетесь, растете и размножаетесь, так, чтобы и деньги мои росли и размножались. Ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь. Приметы. Холодная погода в этот день, лето холодным будет. Прилетели стрижи, теплые дни впереди. Ласточки рано прилетели к удачливому году. Если день ясный, то будет хороший урожай огурцов. Если утро холодно, а день пасмурный и к вечеру пророснется, то посеянный в этот день может пропасть. 23 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток весьма мощная, поэтому ее важно направлять в правильное русло. И если этого не сделать, то весьма вероятны неконтролируемые всплески, раздражения и даже агрессивности. Это же отражается и на поглощении пищи появляется жор. Чтобы осуществить самоконтроль, сделайте разрозочный день. А то и поголодайте 24 часа. Рекомендуется провести уборку в квартире, комнате, а после окропить помещение святой водой. Также хорошо в этот день окурить помещение благовониями. Что касается физических упражнений, поработайте над гибкостью позвоночника. Вообще будьте сегодня поактивнее в физическом плане и не стригите ногти. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч!